В семье Таиба в этом году впервые в хадж отправляются двое – супруга и брат. Сам он уже бывал в Мекке несколько лет назад, так что знает о всех трудностях хаджа не понаслышке. Проводить паломников пришла вся многочисленная семья. Старики давали напутствие. Вещей с собой берут немного. Из продуктов – лишь лёгкий перекус. Кухню в Саудовской Аравии Таиб уже хорошо знает на вкус. Питаться мы будем, наверное, в столовых, в кафе, можно в магазинах. Там очень хорошая продукция, молочная продукция хорошая у них. Там и кур у них очень вкусный, между прочим, жареный. Много острого, но я думаю, это, наверное, из-за их климата. Но привыкаешь всё равно к острому. Ну, есть, кто не любит острое, и такое тоже есть. Основательно к вопросу питания подошла Розия Янгуразова. Это самая старшая паломница в астраханской группе. Ей 78. Консервы, лапша в брикетах и сухие каши уже давно заняли место в чемодане. Скоропортящиеся продукты возьмёт в самолёт. Вот колбасы, чтобы в вакууме было. Мне говорили, чтобы в вакууме было. Колбасики такие и вот такие сейчас. Среди одежды, конечно же, лекарства. Куда без них в таком возрасте. А также средства от комаров и даже скотч. На всякий случай. Об этой поездке она мечтала много лет. И вот, наконец, удастся осуществить. Я хадж копила 14, 15, 16, 17. Почти 4 года я их копила. Потому что пенсия и жить надо. И за это сколько могла я всё откладывала. Только халяв деньги. Вот поэтому. А вот уже на дорогу мне дочка старшая помогла. Хадж в этом году обойдётся дороже. В среднем на четверть. В Астрахани установлена одна из самых низких цен в России – 130 тысяч рублей. Вообще все программы можно условно разделить на три категории. Цена зависит от продолжительности поездки, времени пребывания в Медине и отдалённости гостиницы от главной мечети – Аль-Харам. Самый экономичный пакет обойдётся в среднем в 130 тысяч рублей. Из Астрахани самолётом до Москвы. Затем рейс в Дубай, Иордании и Акабу. После на автобусе 2000 километров до Мекки. Расстояние от гостиницы до мечети – около двух километров. Тур не включает питание и стоимость жертвенного животного. По программе «Комфорт» не придётся долго ехать на автобусе. Самолёт прибывает в Саудовскую Аравию. Гостиница будет чуть ближе к Аль-Хараму. Также предусмотрено двухразовое питание. Стоимость такой программы – около 200 тысяч. Ну и в турах класса «Люкс» – перелёт престижными авиалиниями, размещение в знаменитой башне с часами и передвижение на джипах. Но и стоит такая поездка около полумиллиона рублей. Если кто-то осознал готовность отправиться в хадж в последнюю минуту, то поехать уже не получится. Мы связались с одной из фирм, предлагающих туры в хадж, и спросили, остались ли места. Нет, не остались. У нас через педаль уже вылется, визы получены. Нужно обращаться хотя бы за несколько месяцев. За несколько месяцев нужно обращаться. Да. В феврале, в марте, на будущий год уже можете обращаться. Заявки на хадж-2018 в Астраханском духовном управлении мусульман тоже принимаются уже сейчас. И стоимость раннего бронирования окажется существенно ниже – около 110 тысяч. С каждым годом желающих отправиться в Мекку растёт. И если раньше в хадж отправлялись преимущественно люди пожилого возраста, то сейчас всё изменилось. Состав нашей группы очень помолодел. У нас очень много молодёжи. И это радует. Это радует. Я бы поистине, пусть люди совершат хадж раньше и сделают поменьше грехов, нежели они оставят это на старость. Нужно ехать тогда, когда ты соображаешь, что ты делаешь. И это важно. Мы, прежде чем увести людей в хадж, проводим двухмесячные курсы подготовки. Мы объясняем людям, если люди хотят ехать с целью путешествий или с целью, так сказать, какого-то отдыха, то мы объясняем, что мы едем туда не для этого. Испытание для паломников предстоит серьёзное. Тяжёлая дорога, аномальная жара в Саудовской Аравии, несколько дней пребывания в палатках. Но в этом и суть хаджа. Вынести все тягости и совершить необходимые ритуальные обряды, молясь за родных и близких. Вернутся паломники 10 сентября. Галина Фахрединова, Руслан Срывченко, Роберт Переверзиев, Центр новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...